Всем привет! Это снова Айсай. Я решила сменить эту локацию и также я еще раз сменю локацию, когда буду делать свотчи на глазах и просто обычные свотчи. И сегодня у нас будет быстрый, короткий и, надеюсь, интересный обзор однушеку от Sydney Grace. И в обзоре вы увидите три мультихрома, жидкие тени, глиттер и классический металлик, то есть из того шесть теней. Будем делать свотчи, свотчи на глазах и завершу я все вот этим макияжем. Я решила эту палетку не включать в этот обзор, потому что и так уже всего слишком много. Плюс у меня будет возможность сделать апдейт по тому, как носятся эти мультихромы и по тому, как лучше их наносить на глаза. И это очень важно сделать, потому что эти мультихромы не дешевые, каждый из них стоит 15 долларов. Например, обычный классический металлик у Sydney Grace стоит 6 долларов, а жидкие тени стоят 8 долларов. Глиттер тоже, по-моему, в районе 6-8 долларов был. И мультихром получается 15 долларов, что довольно много. Ну, конечно, это не Наташа Динона. Наташа Динона за свои жидкие мультихромы заряжает по 28 долларов, хотя там такой очень маленький смешной объем в 2,5 миллилитра. Но, тем не менее, если вы купите, например, 10 мультихромов, хотя там нет 10, там только 3 мультихрома в данный момент на сайте, то, получается, цена будет 150 долларов за 10 мультихромов. И я вам напоминаю, что цена палеток от Pat McGrath Mothership 125 долларов. То есть, получается, получится даже на 25 долларов больше, чем палетка Mothership. И это вот чисто сами рефилы, без палетки. Мне пришлось использовать палетку от Colourpop, которые тенями-однушками, которыми я не использую. Я просто их вытащила и поставила мультихром от Sydney Grace. Я понимаю, что это инди-бренд, и у инди-брендов обычно цены чуть повыше, потому что они не работают на такой поток. И, получается, у них меньше продаж, меньше прибыли, поэтому они ставят ценники чуть повыше. Я считаю, что 15 долларов — это довольно дорого за один рефил. Плюс у них нет бесплатной доставки, вся доставка у них только платная. В общем, получается, все довольно дорого в итоге. Но почему я заказала именно эти тени? Потому что многие американские блогеры, мнение, которым я доверяю, все ставят Sydney Grace чуть ли не на первое место по любимым брендам теней. Недавно они сделали коллапс с Мал Томпсон, который не прекращал говорить, что Sydney Grace — это любимая формула металликов, любимая формула мультихромов. Вот недавно она делала обзор на Наташу Динону, на эти новые жидкие тени мультихрома. И она сказала, что Sydney Grace — это вот любимая ее формула мультихромов, еще раз напомнила. И на самом деле она была чуть ли не очень в восторге от жидких теней у Наташи, но я буду делать обзор на них тоже, и мне интересно будет сравнить. На самом деле я небольшой поклонник мультихромов, потому что часто бывают какие-то непредсказуемые эффекты на глазах, если особенно у вас очень выпуклые глаза. То получается глубина придает этим мультихромам темноту, то есть они прерываются в разные странные цвета на более таких глубоких местах, и получается, что у вас как будто грязные пятна иногда. Когда пользуешься мультихромами, приходится думать, куда их наносить, потому что бывает, нанесешь на всю поверхность подвижного века, и получаются где-то вот такие вот пятна. И иногда получается красиво и как надо, а иногда получается какая-то хрень. Вот, и еще очень тяжело делать фотографии красивые с мультихромом, потому что, ну, движение, ну, потому что вот эти переливы цвета можно передать только в движении. И сегодняшний мой макияж сделан оттенком Camille Nair в сочетании с Safari от Наташи Диноны. Получилось симпатично, мне кажется, но мне не очень нравится, что здесь нет перелива из одного цвета в другой. Ну, или, по крайней мере, мне это кажется, я смотрю вот туда в виде видоискатель, и что-то вот не вижу, все такое зеленое. При любом повороте головы все равно все зеленое остается. Ну, а дальше будут свочи и свочи на глазах, и вы сможете сами убедиться, насколько явны переходы цвета в этих мультихромах. А на этом я с вами прощаюсь, увидимся на свочах. И вот, собственно, как выглядят тени. Каждый рефил стоит 15 долларов, но я говорю именно о мультихромах. Жидкие тени стоят 8 долларов, и обычные, я не помню, сколько точно стоят, я поставлю внизу цену. Также есть у меня один глиттер, я на самом деле глиттер не очень люблю, но решила этот попробовать, потому что он мне показался очень красивым. И начнем свочи тени с оттенка Twisted Shifter. В каждом рефиле по полтора грамма. Блин, очень-очень интенсивный цвет, но я не вижу особого перехода именно. Он выглядит просто фиолетовым для меня, не знаю. Я вот в рефиле видела переход вот от зеленого через желтый в фиолетовый, а на руке почему-то такого не вижу. Давайте как-нибудь постараюсь вам все-таки показать. Но цвет просто невероятно насыщенный. Супер кремовые тени. У меня такое подозрение, что они будут у меня скатываться с глаз, но давайте посмотрим. Следующий оттенок Camelion Air. В нем я вижу переход от Tila через желтый и опять же в зеленый. Ну, я бы сказала, наверное, основной оттенок здесь зеленый. Вот опять та же самая проблема. Я вижу очень насыщенный цвет, не вижу шифта вообще на руке почему-то. Так, надо делать свотчи не такие жирные, а то меня уже критиковали за то, что я много расходую теней. Хотя, блин, к тому какая разница на самом деле, это же мои тени. Мне кажется, вот так видно немного переход, но я не могу сказать, что он прям такой суперявный. Последний оттенок Borey Guard. Вот именно в рефилах почему-то видно хорошо заметные эти шифты цвета, но и на пальце на самом деле тоже видно. А вот на свотчах почему-то не так заметно. Здесь я вижу розовый, потом фиалковый, потом фиолетовый и заканчивается все каким-то синим. Смотрим, как это все на руке будет смотреться. Интересно, мне кажется, у этого оттенка больше всего видна серая база. Так, ну и на этом у нас закончились мультихромы. И следующий оттенок Tempest, он просто металлик. Мне просто понравился оттенок, мне кажется, у меня такого нет. Очень красивый и салатовый зеленый, переходит в неон почти. Опять же, он супер кремовый. Он чувствуется при нанесении не таким жирным, как предыдущий, он не настолько скользит. Но он все равно супер насыщенный, и его неоновость, она не теряется на свотче, что очень хорошо. На очереди у нас жидкие тени в оттенке Lake Days. Я очень скептически отношусь к жидким теням, потому что у меня нависшие веки, и у меня постоянно эти жидкие тени скатывались. Я пробовала жидкие тени двух разных брендов, и они были такие бюджетные. Поэтому, не знаю, может быть, дело было в том, что они просто бюджетные. Но я надеюсь, жидкие тени от Sydney Grace меня переубедят в том, что я могу все-таки носить жидкие тени, потому что хочу купить мультихромы от Наташи Диноны. Вот на сайте смотрелся свотч гораздо ярче, гораздо насыщеннее. Вот у меня на руке, я бы не сказала, он проигрывает прям сильно обычному кремовому металлику. Тоже такой красивый оливково-зеленый. Мне очень нравится. Завершаем все глиттером в оттенке Honeymoon Island. Говорю, я не фанат глиттеров, но этот мне показался прям очень красивым. И решила я попробовать. Так, вот здесь база для глиттера, она не липкая, поэтому придется 100% наносить на клей для глиттера, потому что бывают какие-то глиттеры, они даже без клея нормально работают и, в принципе, остаются на глазах. Из недавнего палетки Amraise, в принципе, можно носить эти глиттеры без клея. И, в принципе, можно носить глиттеры без клея у Huda Beauty в Mercury Retrograde. Но этот глиттер, он прям вообще... Базы почти нет. И блестки, они так свободно лежат и могут спокойно свететь свек. Поэтому для этого глиттера придется использовать базу. Ну, ладно. То, смотрите, какой красивый глиттер. Перед тем, как начать свотч на глазах, возьмем Multichrome из Divine Rose 2. И засвотчим его рядом с оттенком, который мне показался наиболее похожим. Так как у меня кожа здесь более гладкая, я решила сделать свотч рядом. Там, где у меня текстура, кожа немного другая, чтобы посмотреть, как они все-таки смотрятся. А то вот здесь прям разница очень большая из-за того, что здесь уже свотч пришелся на ладонь. Поэтому давайте посмотрим вот здесь. Вот тут разница не такая уже очевидная, но по-это все равно она более такая... Здесь более явный переход цвета, то есть видно, что он прям именно Multichrome. И переходим к свотчам на глазах. Так, свотчи на глазах будем наносить пальцем, потому что так быстрее. Вообще, в принципе, я обычно Multichrome наношу пальцем. Блин, пигментация просто очень-очень сильная. Но не могу сказать, что прям блеск ошеломительный. И я на самом деле не сильно большой поклонник таких темных Multichrome. Потому что на глазах они немного странно смотрятся, и именно за этого шрифта нанеслось супер-быстро. Очень-очень насыщенный цвет. Давайте я буду слегка подтушевывать оттенки. Не могу сказать, что этот оттенок меня красит. Он похож немного на синяк, но очень красивый. И мне кажется, если вот здесь нанести поверх какие-то более светлые оттенки и как-то высветлить внутренний уголок, то будет вообще очень красиво. Но опять же, я не вижу шрифта. Надеюсь, когда я буду пересматривать видео, увижу какой-то переход света, потому что так вживую я пока не очень вижу. Просто очень красивый глубокий синий. Следующий оттенок Twisted Shifter. Этот оттенок очень похож на мультихром из Divine Rose 2. Но оттенок из Divine Rose 2, он разглаживает кожу века, а здесь, наоборот, слегка сморщивает. И все-таки, мне кажется, Divine Rose 2, там носишь его на глаз, и сразу видно, что это мультихром. Он прям при разных положениях выглядит по-разному. А здесь я вижу шифт. И шифт более заметный, чем вот на этом глазу. Но все равно я не могу сказать, что он прям такой явный. Предлагаю на этот глаз нанести оттенок из Divine Rose 2, чтобы просто сравнить на глазах уже. Ну вот сразу видно разницу, мне кажется. С первым же прикосновением он гораздо более рефлективный. Сразу века такое гладкое стало. И вот я даже слегка чуть-чуть поворачиваю голову, и вижу этот шифт. Надеюсь, на видео это хорошо передается, потому что, блин, ну вот, посмотрите. Вот из-за таких сравнений начинаешь понимать, почему Пэт Маград так много заряжает за свои тени, потому что качество мультихрома было просто безумное. Он был во всех отношениях лучше, чем тени от Sidney Grace. Ну, как мне показалось. Не знаю, что там будет на видео. Но вообще, если так подумать, один мультихром от Sidney Grace стоит 15 долларов, а это всего лишь один рефил, он даже без палетки какой-либо пустой. Пэт Маград вся палетка стоит 125 долларов. Там 10 высококлассных теней. Да, вот там не все мультихромы. Естественно, мультихромы дороже делают, чем обычные тени, но зато там отличные матовые, прекрасные металлики. Вообще безумное какое-то оформление классное. И опять же, все оттенки подбирала сама Пэт. Поэтому, ну, поэтому мне кажется, что палетки Мазершип, они все-таки свою высокую стоимость оправдывают. Так, пока я тут свочила на глазах, уже, видите, все там посветлело. Уже прошла буря какая-то, мне кажется. Мне кажется, скоро пойдет дождь. Ну, ладно, продолжаем. И последний, третий мультихром в оттенке Camellion Air. Оттенок, который меня больше всего привлекал из всех мультихромов. Очень красивый оттенок, но, опять же, слегка мне морщит века. Серая база, но, в принципе, ее не особо видно. Мне кажется, из всех мультихромов этот оттенок мне нравится больше всего. И его я вполне могу носить. Просто какой-нибудь оттенок растушевочный нанести в складку и светлым оттенком прям совсем растушевать. И получится, мне кажется, даже красивый какой-то самодостаточный лук с одним мультихромом. А с предыдущими мне, наверное, все-таки хотелось что-то добавить. А этот оттенок, блин, очень красивый. И мне кажется, здесь Shift видно лучше, ну, по крайней мере, вживую. Он не такой, как у Pat McGrath, когда у нее прям из желтого, розовый, из розово-фиолетовый, с каким-то зеленым отливом все это дело происходит. Здесь как-то не такое богатство красок, все равно красивый прилив. И рядом просто заслочим Metallic Tempest. Здесь оттенка Tempest 1,8 грамм, кстати, не 1,5, чуть-чуть побольше. Блин, красивый Metallic. Мне этот Metallic нравится даже больше, чем некоторые мультихромы. Он суперяркий. Прям натуральный неон. У меня обычно неоновые тени проявляются только на белой базе. И если я прям очень плотным слоем наношу... Здесь я бы не сказала, что я нанесла плотным слоем. Но оттенок вообще, блин, посмотрите. Ну, это такой как бы фестивальный вариант. Но, не знаю, я всего надеюсь, что я пойду на какие-нибудь фестивали. И тогда этот оттенок использую обязательно. Блин, очень классный. Мне нравится. И еще классно будет, наверное, делать им подводку. Немножко морщит века, но, блин, цвет просто такой, что я готова это простить. Берем жидкие тени в оттенке Lake Days. И, я думаю, тоже, опять же, просто пальцем нанесу. Блин, оттенок очень красивый. Сейчас интересно, насколько быстро они схватываются, потому что я хочу чуть-чуть подтушевать. Слушайте, эти жидкие тени мне нравятся даже больше мультихромов. Не знаю, может, они подсохнут не будут такими рефлективными, но, блин, выглядит очень красиво. Ну, вот, мне кажется, зафиксировался оттенок. Я бы сказала, что он очень красивый. Его плюс в том, что здесь нет серой базы. Поэтому, когда растушевываешь оттенок, он просто переходит в кожу довольно плавно. Видите, вот здесь вот цвет бледнеет. И потом, раз, кожа перешел, никакой серой базы нет. Так, ну и так как это просто сводча на глазах, я глиттер без клея нанесу. Буду, блин, молиться, чтобы он остался. Вообще, с глиттером нужно быть аккуратней, потому что, если в глаз попадет, то, может, и роговицу вам поцарапать. Но этот глиттер, он очень мягкий на ощупь. Он прям мелко помолотый. У него помол почти такой же, как у ретроградного Меркурия. Но у ретроградного Меркурия все-таки поменьше помол. И там больше клеящей базы. Вот. Но этот глиттер, мне кажется, еще более ослепительный, чем ретроградный Меркурий. Вот. Наклей, наверное, вообще будет просто как зеркало. Не очень он, конечно, держится на глазах. Но блестит просто. Блестит настолько красиво, что я им даже буду пользоваться. Несмотря на то, что, видите, у меня вот тут все уже немножко посыпалось. Ну что, друзья, давайте завершим на этом наш обзор. Очень понравились все тени. Не очень понимаю, зачем эти мультихромы мультихромы. Потому что они, на самом деле, не дают такие красивые переходы цвета. Ну, ладно, буду дальше пробовать эти тени. Сделаю апдейт, когда буду делать обзор палетки Chase Your Dreams от Sydney Grace тоже. Но пока я очень довольна качеством. И это инди-бренд. Но, блин, тени отличного качества. Есть подозрения, что они будут у меня скатываться с века. Но, в принципе, пока всем довольна. Давайте я вам покажу, что там снаружи происходит. Ну, а на этом у меня сегодня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока.